Привет друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал, становитесь спонсорами на ютубе кнопкой ссылка под видео. По приглашению президента Владимира Зеленского, президент Республики Молдова Майя Санду, пребывала с рабочим визитом в Украине. Вчера в первой половине дня она отправилась в несколько городов Киевской области, которые сильно пострадали от войны. Я своими глазами увидела сгоревшие до основания дома, разрушенные ракетами жилые здания, больницы, магазины и детские сады, превратившиеся в руины после обстрелов русской артиллерии. В Бородянке, Верпене, в Буче я увидела братские могилы, в которых похоронены десятки людей, застреленных во время оккупации этого городка российской армией. Это трагедия, которую трудно передать словами, сказала президент Майя Санду после посещения этих трех населенных пунктов. В то же время она отметила, что Республика Молдова с первого дня осудила военную агрессию Российской Федерации против Украины и призвала международное сообщество сделать все, чтобы восстановить мир, расследовать и наказать за неоправданные преступления, совершенные в этом конфликте. «Четыре месяца Украина, наша соседняя страна, наш друг, живет в условиях войны. Мы рядом с мужественным украинским народом, который борется за свою свободу и за свободу Европы. Будущее Украины в свободном мире в большой европейской семье», сказала президент Майя Санду во время визита в Украину. Глава украинского государства отметил знаковость приезда Майи Санду сразу после принятия Европейским Союзом исторического решения о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС. «Я уверен, что благодаря успеху в европейской интеграции наши страны станут еще ближе. Обязательно будем обмениваться опытом на пути к полноправному уступлению в Европейский Союз», подчеркнул Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с президентом Молдовы в Киеве. По его словам, оба государства подвергаются угрозам, в основе которых агрессия РФ и российская политика, поэтому общими должны быть и ответы Украины и Молдовы на эти угрозы. Президент отметил, что Майя Санду посетила сегодня Киевскую область и увидела последствия полномасштабного российского вторжения. «Мы должны вместе сделать все возможное, чтобы российская агрессия не могла угрожать больше никому в Европе, ни в Украине, ни Молдове, ни любой другой стране», – заявил он. Как отметил Владимир Зеленский, Украина и Молдова должны усиливать взаимодействие в гуманитарной сфере, экономике, энергетике, политике, приграничном сотрудничестве, а также в сфере безопасности, которая сейчас является приоритетом. В частности, в ходе переговоров стороны обсудили противостояние российскому вторжению в Украине и вопрос преднестровского урегулирования. «Украина является гарантом этого урегулирования и будет активно помогать Молдове и в дальнейшем», – подчеркнул глава украинского государства. Президенты также обсудили вопросы украинского транзита через территорию Республики Молдова, энергетическое сотрудничество, которое является чрезвычайно важным для достижения всей европейской независимости от российских энергоресурсов. После успешного подключения энергосистем Украины и Молдовы к общей континентальной европейской энергосистеме, мы сегодня имеем множество новых возможностей для работы на рынке так называемого энергетического Евросоюза и двухстороннего сотрудничества. Наша общая задача – использовать эти новые возможности максимально, – сказал Владимир Зеленский. Кроме того, договорились о создании новых транзитных путей и расширении экспортного транзитного потенциала, в частности, путем облегчения пересечения границ двух государств. «Я подтвердил госпоже президенту готовность Украины помочь с реконструкцией Молдавской железной дороги. Также договорились начать восстановление участка железной дороги Березина-Басарабиска для усиления транспортного потенциала обоих государств», – рассказал президент Украины. Владимир Зеленский поблагодарил Майю Санду за решение направить саперное подразделение для помощи с проведением разминирования в Украине, а также за поддержку украинцев, которые искали на территории Молдовы защиты от российской агрессии. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!